Это Вести Утро, Карачаево-Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки, снег и дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров. В горах порывы до 28 метров. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. В горах минус 6, минус 11. Днем плюс 3, плюс 8. И местами минус 4, плюс 1. На дорогах гололедится. В Черкесске небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 5, плюс 7 тепла. В российских кинотеатрах начался показ отечественного фильма «Праведник». С солидным актерским составом, драматичными, порой трагичными эпизодами, основанными на реальных событиях. Картина режиссера Сергея Урсулюка знакомит с историей подвига офицера Красной Армии Николая Киселева. Своими впечатлениями от просмотра поделились с корреспондентом Артуром Мкце, жители Карачаева Черкесии. Эмоции, переживания, слезы. Фильм «Праведник», показ которого в российских кинотеатрах стартовал в середине прошлой недели, не оставил равнодушными никого из жителей Карачаева Черкесии, которые предпочли военную тематику ряду других – легких, ярких, порой смешных кинокартин. Мне этот фильм очень близок, и, в общем-то, наверное, где-то он переплекается с фильмом Хабенского «Собибор», когда говорится о побеге из концлагеря, который возглавил Печерский, который также в 93-м году умер и был непризнанный. Это наша история, и мы ее должны знать. Интересная постановка, убедительная игра актеров, прорисовка характеров героев – это лишь малая часть комментариев, которыми делились зрители после очередного сеанса в кинотеатре Чарли. Некоторые из напряженно смотревших за происходящим на экране настолько прониклись атмосферой военного времени, что готовы были любыми средствами помогать персонажам достичь цели – спасти людей. Мне больше всего запомнился Киселев, который спасал людей и ничего в знамен не просил. Больше всего мне понравился тоже персонаж Киселев, потому что он больше всего спасал людей, а для себя он почти ничего не делал и всегда придумывал какие-то хорошие планы, как победить немцев и выиграть эту войну. Фильм замечательный, было одно удовольствие смотреть. Конечно же, надо рекомендовать всем родным, близким. Немаловажно, что смотрят и дети, и молодое поколение, потому что историю нашей страны и историю Великой Отечественной войны должны знать все мы. Мы гордимся и спасибо большое нашим предкам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Хочется, чтобы и наши дети, и наши внуки росли на таких же фильмах. Потому что, ну, к сожалению, сейчас в стране такая ситуация, и надо поддерживать наших всех ребят. А фильм Урсулюка, они вообще проникают в душу. Сегодняшние реалии где-то нам говорят о том, что мы должны любить свою родину, и мы должны думать о своем мире, чтобы у нас было, говорит, светлое небо, чистое небо. И взаимоотношения, вот, по крайней мере, в этом фильме показаны и евреи, и русские, и казах, и мусульманин. И все были вместе. Каждый человек может найти в этом фильме что-то свое. Кому-то ближе и моменты, вызывающие улыбку. Такие в «Праведнике» тоже есть. Иные как бы вживаются в образ полюбившегося персонажа и преодолевают возникающие трудности вместе с ним. Кому-то хватит отзывов и пересказов от других. Однако куда лучше видеть фильм своими глазами, чтобы потом делиться впечатлениями от его просмотра. Артур Мыхцы, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Солнце над Карачаевой, Черкесией может вызвать помехи на телеэкранах. Как объяснять в российской телевизионной и радиовещательной сети, это сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, вплоть до пропадания. В Карачаево-Черкесии кратковременные помехи на экранах телевизоров возможно с 21 февраля до 16 марта, приблизительно с полудня до 13 часов. Продолжительность помех от нескольких секунд до 5 минут в сутки. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Еленой Прокопенко. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова